Новый день, новый ролик и последний ролик по BlackRash на этой неделе, потому что, наверное, как вы уже знаете, у меня в неделю, а в неделе как бы 7 дней, 3 ролика по BlackRash, а остальные 4, тут уж извините, куда деваться, но там будет Arizona RP. Я как бы вам об этом рассказывал уже очень давно, вы, наверное, все должны это помнить, хотя даже если вы не помните, типа мне абсолютно точно без разницы, потому что, ну, кому какая разница, спи моя красавица, вот неважно, поэтому что сегодня я обсуждаю с вами новости, которые были еще до открытия нового сервера на BlackRash, а с открытием нового сервера, как бы там все эти обновления, они уже типа на всех серверах как BlackRash, вы можете зайти, сами уже их зацените в игре, но об этом давайте я скажу вам ближе к концу данного видео. Похоже, на BlackRash появится новая разновидность сеть топлива, которая будет разделена на категории АИ-92, АИ-95, дизель и так далее. Вот опять-таки, Рома Злобин, я не хочу ничего говорить, я стараюсь уже, знаете, в своих видеороликах не материться, потому что у меня такой, знаете, friendly family content, вы можете смотреть мои видеоролики с своей мамой, со своим папой, с братом, с сестрой, и при этом без разницы, сколько им лет, потому что я не матерюсь. То есть, вот, вы можете позвать всех к монитору, открыть мой видеоролик на всех вот устройствах, которые у вас есть, на телефоне, там, на телевизоре, на прочих вещах, и просто начать смотреть мои видео, потому что они вот, я стараюсь их делать без мата. Вот, по крайней мере, по BlackRash, ну и по остальным проектам, хотя их всего два, типа BlackRash и Arizona, я тоже всё это делаю без мата. Но понимаете, в чём дело? Рома Злобин опять меня удивляет. В рекламном посте, где тегнута BlackRash, а как бы они просто так не тегуют, это обязательно всё за деньги, я когда сам о всём этом узнал, я просто был поражён тем, насколько, насколько вообще коммерция во всех этих журналах, в группах, вообще ВКонтакте, посвящённых всем вот этим вот, я не знаю, GTA-самповским проектам, насколько она дошла вот до всего вот этого абсурда, когда просто отметка сообщества проекта стоит денег, то есть там же, наверное, даже клики не отследить, то есть это настолько как-то неэффективно, как мне казалось, но за это реально платят, и BlackRash, она как бы в том числе за всё это отдаёт деньги. И отдаёт она их за полуграмотные посты, которые, ну вот даже чисто вот просто перечитать один раз, ты поймёшь, что ты написал неправильно. Новые разновидностей, новые разновидности топлива, то есть, как они всё это пишут, то есть, наверное, они специально вот делают уже все эти ошибки, потому что понимают, что мне нужно ролик сделать на несколько там десятков сотен минут, и поэтому они, наверное, специально уже ошибаются, чтобы у меня была хоть какая-то работа, потому что просто обсуждать то, что на BlackRash появилось новое там вот эти вот все виды под типы топлива, типа, ну, появились и появились, ладно, они идут, как я понимаю, по пути Аризоны РП, забирая или там заимствуя, у неё всё такое самое, ну вот, крутое, классное, потому что на Аризоны РП, возможно, кто не знает, ты не можешь заправиться каким-то одним типом топлива, для транспорта определённого свой тип, то есть, там, для мотоциклов свой, для машин свой, или там, как-то так всё это работает, тем не менее, типа, вот всё это, ну, наверное, тут нужно шарить в машинах, я вообще не знаю, чем там АИ-92 отличается от АИ-95, чем дизель отличается от АИ-92, и какие там ещё типы есть, то есть, я без... Я вообще, я не знаю, я не имею ни малейшего представления и понятия, однако, вот, оно всё есть, но то, как вообще Рома Злобин в очередной раз ошибся в посту, в посте рекламном, то есть, это я понял, когда, вот, допустим, у тебя идёт прямая речь, ты там записываешь видеоролик или стримишь, то есть, ты можешь как-то оговориться, там, что-то вот это вот прочее сказать, но тут оно как бы написано, то, что написано топором, не вырубишь пером, как говорится, и понимаете, в чём дело, то есть, ну, это же просто, это невозможно, чувакам отдают деньги, платят деньги за то, чтобы они сделали рекламный пост из одного или, там, из двух предложений, и они допускают в них ошибки, почему... И я даже зайду в комментарии, я более чем уверен, что в комментариях никто это не подметил, там 45 комментариев, и почему-то я уверен, что вот всё это не подметили, типа, кто-то пишет, там, украли у того, украли у этого и так далее, но, тем не менее, какая разница кому, в самом деле, но почему они ошиблись, всем без разницы, то есть, никто на это даже не смотрит особо, я не знаю, почему так происходит, потому что, лично у меня, вот, когда я читаю новость, это, ну, это просто вырви глазки, я не знаю, как мне всё это читать, я не знаю, как мне на всё это реагировать, почему они допускают настолько элементарные, просто, смысловые ошибки, я понимаю, там, пунктуация, орфография, не всем дано, не все там могут, не знаю, прочитать правила русского языка, понять, как пишется то или иное, вот это вот предложение, в каких случаях ставится то, в каких случаях вообще бывает вот это вот, но просто логически донести вот мысль, которую ты хотел, они не могут этого сделать, почему? Наверное, потому что они просто ленивые, типа, настолько много денег, настолько много рекламных заказов, что там Ромка Злобин даже иногда, я не знаю, может взять деньги и заигнорить, то есть, такое тоже, было в блэклисте блогеров, или как это называется, там, вся эта группа ВКонтакте, оно всё есть, и там, как бы, он завсегда ты гость, может быть, я сейчас ошибаюсь, он там появился в первый раз, но пост о том, что он взял у человека деньги за рекламу и не выполнил её, оно есть, то есть, этот самый пост, он есть, вы можете его сами найти, я, может быть, даже ссылочку оставлю, если не забуду, и, то есть, это просто какой-то ужас. На Блэк Раше вот это вот обновление, о котором я сейчас рассказал, оно уже доступно. Увидимся тут же завтра в 20.00, там в описании есть мой промокод хэштег ЗДС, там в описании есть мой никнейм, указывайте его при регистрации, тогда вы получите что-то, или там, я всё это сам получу, не имеет никакого значения, поэтому всем спасибо за просмотр данного видео, там в описании есть ссылка на мой Телеграм-канал, увидимся тут же завтра, я надеюсь, что в 20.00, либо немного попозже. Всем пока!